Здравствуйте! В этом видео впечатлении я хочу рассказать про самый отвратительный товар, с которым я сталкивался за 4 года ведения данного канала. Это ЦАПа-усилитель от ASTEL CERN HC2. Все, что в нем необходимо знать по технической составляющей, используются два ЦАПа CS43198, соответственно, балансный выход 4,4 мм пентакон, несъемный кабель и на выходе, точнее на входе у нас разъем USB Type-C. Теперь перейду к опыту недолгой эксплуатации данного ЦАПа-усилителя. Подключал я его к FIO M11 Plus ESS, чтобы использовать плеер в качестве транспорта, в качестве наушников использовались FIO FH9. И, как сам производитель говорит в своей, грубо говоря, инструкции, перед тем, как включать музыку с данным ЦАПа-усилителем, необходимо подключить его к источнику и сделать громкость минимальной. Это, в общем-то, логичное, правильное решение, что и было сделано и началось прослушивание. Звучит он дешево, бюджетно, с конкурентами за 50 долларов тягается очень тяжело, но не это самое главное. При переключении трека на следующий громкость автоматически поднялась до максимальной, то есть, грубо говоря, с 70% до 100%. А с учетом того, что наушники в FIO FH9 достаточно чувствительные, им не нужна высокая мощность, а трек, который включился, это Askin Alexandria с достаточно резким началом, то звуковое давление, которое я получил в уши, было, мягко говоря, неприятным, и в тот день я уже, естественно, ничего не мог больше тестировать, либо же и слушать. Наушники были моментально сняты, естественно, поставлен на паузу, я был уже в шоке, я понимал, что слушать ничего не буду, но, тем не менее, выкрутил громкость к предыдущему значению, снова включил, и программная шкала громкости, которая появляется, когда вы используете прямое подключение, показывала все так же минимальную громкость, но при этом ЦАПа-усилитель не получал этой информации, не воспринимал ее никак, и все так же громкость была максимальной, несмотря на то, что по шкале громкости она была минимальна. Я подумал, ладно, может быть с Fio что-то не так, хотя я уже неоднократно его использовал с различными ЦАПа-усилителями от разных брендов, ни разу никаких проблем не возникало, поэтому я его использовал как достаточно надежный, и в качестве плеера, естественно, использовался Fio Music. Решил подключить к хай-фай-плееру ASTEL CERN CAN MAX, и здесь ситуация еще лучше, то есть CAN не дает возможности сделать громкость ниже максимальной, то есть использовать невозможно. Я понимаю, что это не совсем логичное и нерациональное использование, но опять-таки такая возможность должна быть реализована, тем более, что это один и тот же производитель. И по итогу при использовании различных источников я не смог воспользоваться данным ЦАПа-усилителем. И почему столько негатива? Потому что это не первый раз. Потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с продуктами от ASTEL CERN, я понимаю, что это что-то бюджетное за очень большие деньги. Предыдущий ЦАПа-усилитель, который я тестировал, P51, был без таких косяков, но опять-таки там тоже была абсолютно сырая, нерабочая фактически прошивка, потому что на достаточно невысокой, но относительно высокой громкости наушники, которые я к ним подключал, просто хрипели. Хотя те же наушники очень легко раскачивались с 20-30 долларовым комплектным Bluetooth-ресивером. И мне искренне непонятно, каким образом устройства, которые относятся к высшему бюджету среди конкурентов. То есть я не видел особо долго за 400-500 долларов. То есть 250-350 долларов это около максимум. То есть уже рядышком находится тот же Кайнру 6, это топовый ЦАПа-усилитель. Каким-то образом Astell Kern за эти деньги делает устройства, которые хуже, чем те, которые находятся внизу, грубо говоря, рынка за те же 10-15-20 долларов. Может быть и немного лучше по качеству звучания, но как устройство значительно хуже. Я хочу выпустить отдельное видео с рассказом о том, как вообще Astell Kern относится к своей продукции, как ее продвигает, как продает, насколько вообще вкладывается в какие-то разработки. Некоторые мои такие замечания, такие моменты, которые вижу благодаря тому, что сталкиваюсь со всем этим. Вижу, как продвигают, рекламируют и так далее. Но это просто ужасно и отвратительно. Я понимаю, что есть бренды, которым я отношусь с таким сарказмом в некотором стиле, как те же Sony. Но одновременно с тем я понимаю, что Sony когда-то выпускали хорошие наушники. У них есть модели, которые действительно крутые и на свое время даже были по-своему революционные. Как те же XBA, XBA линейка, то есть те же C10, C100, A1 AP. Это крутейшие наушники для своего времени в своем бюджете. И сейчас Sony выпустили хорошие ТВСки. Я понимаю, что у них есть какие-то наработки, они могут что-то делать. И теоретически они стремятся к тому, чтобы получить хороший продукт. Те же Sennheiser. Я понимаю, что порой они творят дичь, как со своими True Wireless Momentum. Но одновременно с тем они выпускают и хорошие какие-то наушники. И то, что я настолько жестко прохожусь по каким-то определенным моделям, потому что они дно за свои деньги. Это еще не означает, что бренд плохой. То есть нет вообще в принципе такого понимания, хороший или плохой бренд. Глобально. Потому что и те бренды, которые мне дико нравятся, которые я обожаю, выпускают абсолютно непонятные продукты. Я об этом говорю. И те, кто делает просто какое-то дно, могут выпустить что-то хорошее. Но Astelkern это та компания, которая до сих пор походу не выпустила ничего хорошего, чтобы конкретно стоило своих денег по сравнению с конкурентами, по основным своим показателям. И сейчас данный ЦАП-усилитель, который наносит вред вашему здоровью, и в том числе технике, который подключен, просто уже как такая последняя капля. Я не понимаю того... Я не понимаю этого отношения. Отношения непосредственно к потребителям, к покупателям, к своей аудитории. Это ужасно. Все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Впечатления, а не обзора. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч. До встречи.